Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и добро пожаловать на канал. Сегодня мы снова играем в мобильный крмп и это у нас в Блэк Раша. И сегодня в этом ролике я покажу вам как сдать на права на Блэк Раше. Отвечу на все самые важные вопросы и покажу все этапы сдачи на права. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также при регистрации своего аккаунта вводите очень простую команду слэш промо, как это сейчас сделаю я. Открывается окно, выбираете пункт номер 1 и здесь в этом окне вводите очень простой промокодик, который называется хэштег Донни. Вводите его также и получаете с него голд випку, роллс ройс калинон, скин и аксессуар совершенно бесплатно. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. А также сегодня в этом ролике побеждает вот такой комментарий. Именно он зарабатывает 1000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Блэк Раше. Если у тебя тоже есть желание победить и заработать 1000 бесплатных блэккоинов на любом серваке Блэк Раше, то просто в комментариях под этим роликом напиши слово участвую. Чем больше комментариев от тебя, тем больше шансов, что победишь именно ты. Итак, друзья, под самое начало каждый игрок может получить права, но самое главное заработать денег. Самый простой способ поднять деньги на старте игры это пройти квест. Вводите команду слэш квест и здесь выбираете пункт номер 7 банковские услуги. Приезжаете в банк, открываете банковский счет и получаете 5000 рублей себе на карман. И этого хватит для сдачи прав. Подходите в автошколу, выбираете любую комнату. Я выберу пустую, чтобы мне никто не мешал. И далее подходим вот в эту комнату и встаем на маркер. Далее выбираем права категории Б. Именно эти права необходимы для езды на легковых транспортных средствах. Далее читаете туториал, как в принципе управлять транспортным средством на Блэк Раше. И далее дорожные знаки. Если вы еще пока не знаете дорожных знаков, то разумеется изучите их, потому что это и в жизни пригодится. А также еще и в Блэк Раше, потому что без знания, разумеется, ПДД вы на права просто в итоге не сдадите. В самом низу нажимаете на клавишу «Начать» и после этого у нас начинается тест. Вопрос первый. Что означает данная кнопка? Кнопка освещения. Включает или выключает освещение? В скобочках свет. Вопрос номер два. Что означает данная кнопка? Кнопка парковки. Паркует автомобиль на том месте, где вы находитесь. Вопрос номер три. Что означает знак, отображенный на картинке? Место остановки, автобуса или такси, обычные автомобили не могут останавливаться ближе, чем в 15 метрах от этого знака. Вопрос номер четыре. Что означает данный знак, четыре с половиной метра? Этот знак устанавливает максимальную высоту автомобиля, который может проехать дальше по дороге. Вопрос номер пять. Что означает данный знак? Данный знак запрещает остановку и стоянку транспортных средств. Далее вопрос номер шесть. Вот с таким знаком. Этот знак запрещает обгон всех транспортных средств, движущихся по участку, на котором установлен этот знак. Вопрос номер семь. Что означает знак с маркером 50? Данный знак ограничивает максимальную скорость на участке, на котором он установлен. Что означает знак, отображенный на картинке? Наиболее скоростная дорога. Минимальная скорость на данной дороге 40 км в час. Максимальная 110 км в час. Вопрос номер девять. Что означает знак с буквой П? Знак обозначает специализированную площадку для остановки транспортных средств. Что означает данный знак главная дорога? Знак главная дорога. Водитель имеет преимущество в проезде над другими участниками движения. Что означает знак населенный пункт? Знак обозначает начало населенного пункта. После этого знака ограничение скорости 60 км в час. Что означает данная кнопка? Открывает или закрывает двери. Как открыть радиальное меню для управления автомобилем? При помощи кнопки меню. Что означает данная кнопка с ключиком? Вставляет ключ в стартер или достает его. Что означает данный знак конец населенного пункта? После этого знака ограничение скорости 90 км в час. Итого, ребята, в итоге мы сдали теорию. Мы ответили на все вопросы правильно. И после этого у нас начинается практика. Первый этап практики это площадка. Честно вам скажу, что здесь нет вообще ничего сложного. Я очень много раз сдавал на права на Блэк Раши для разных роликов там и так далее. И я каждый раз на площадке просто ехал, даже не смотрел, что в принципе происходит на экране. Просто ехал по маркерам и я всегда сдавал площадку. То есть нет ничего сложного вот в этих действиях, чтобы кататься по змейке. Вот между вот этих вот конусов и выполнять действия, которые нам предписаны автошколой. Первый маневр это парковка задним ходом в бокс. То есть вы приезжаете вперед и далее задним ходом заезжаете в бокс. Все. После этого можно двигаться дальше. В некоторых местах игра сама вас остановит, чтобы показать действия различных знаков. Разумеется, просто в игре, когда вы будете играть, все эти знаки вас, разумеется, не остановят. Но игра как бы пытается нам показать то, что это правильно. Если есть знак стоп, необходимо полностью остановиться. Следующий маневр, который нас ожидает, это параллельная парковка. Проезжаем немного дальше. Игра нас опять-таки останавливает. И мы задним ходом заезжаем в бокс и касаемся маркера. После этого можно ехать дальше. В принципе, на этом все маневры заканчиваются. Мы подъезжаем уже к финальной финишной черте. И после этого первый этап практики у нас заканчивается. После этого необходимо нажать на клавишу, такое вот меню. И далее включить освещение ваших фар. Именно касается это ближнего света. После этого можно ехать в город и выполнять вторую часть практики, а именно езда по городу. Здесь, ребята, уже есть ошибки, которые если вы допускаете, то есть превышаете скорость, поворачиваете без поворотника и так далее, игра вам засчитывает ошибки. Если вы их накопите очень много, то вы просто права не получите. Поэтому советую, разумеется, правила здесь не нарушать. Но честно говоря, я опять-таки очень много раз сдавал на права и просто летел на пролом. И каждый раз я сдавал на права, имея еще возможность на одну ошибку. Поэтому, в принципе, я это сделал сейчас у вас на глазах и получил права категории B на 30 дней. Ну и, собственно говоря, все, права у нас в кармане. После этого мы перестаем быть пешеходами. И можно уже, опять-таки, промокодики на машины водить и кататься на крутых тачках. Там каких-нибудь... Опять-таки, из промокодика Дони вы получаете Rolls-Royce Cullinan. Можете покататься на нем. Тачка реально, как по мне, одна из самых дорогих и одна из самых крутых на серваке. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. А также играйте вместе со мной на серваке Orange на BlackRush. Всем удачи и всем пока!